Привет, ребята! Добро пожаловать обратно на мой канал! Меня зовут Антон, и сегодня у меня мукбанг. Сегодня у меня не просто мукбанг, сегодня, вы знаете, смотрел вчера фильм, который напомнил мне о моем детстве. И, вы знаете, вспомнил я про школу, про то, что мы ели в школе, про то, как вообще... Ностальгия меня взяла, вы знаете, решил сделать тебе миллион бутербродов с докторской колбасой. Вы посмотрите, знаете, докторская колбаска вкусная, вкусная, вкусная. Вы знаете, как я соскучился по такой вот... Знаете, как было? Давала мама с собой еду в школу. Это было или яблоко, или бутербродик с колбаской, или маленькая шоколадка. Да, я не знаю, как у вас, как вы ходили в школу, и как у вас были обеды. Ходил я и на обеды тоже, но всегда был, знаете, с собой такой ланчбокс, который... в котором было все, ну вот эта вот еда. И так вчера захотелось мне, знаете, прямо бутербродов с докторской колбасой, чтобы, знаете, так было вкусно, по-нашему, красиво, сочно, чтобы, знаете, слюнями зайти. Вы знаете, как я люблю? Знаете, у меня какая тема интересная с колбаской. Ездили мы на отдых, когда я был совсем молодой, маленький-маленький мальчик. Мне было, может быть, лет 7. И останавливались мои друзья. Они были грузины. И вот я помню, как-то просыпаюсь я рано утром. Все спят еще, вообще все спят. Она стоит, мама хозяйки квартиры, то есть уже пожилая на тот момент женщина. И она говорит, хочет позавтракать, вкусно-вкусно. Я говорю, ой, хочу. И она говорит, давайте сейчас очень вкусно приготовлю. Берет кусок докторской колбасы. Она, конечно, не такая тоненькая была, а такая здоровая, ломоть. Вот, знаете, в палец толщиной. Обжаривает на сливочном масле. Послушайте. И сверху присыпает много кинзы и петрушки. Когда перед подачей, говорят, кушай. Жареная колбаска с булочкой и зеленью. Вы знаете, для меня настолько это запало в детстве. Вот в мою память, что для меня... Я сто лет нею докторскую колбасу, но у меня есть петрушка. Обожаю петрушку. И вы знаете, и у меня с тех пор... У меня аркаболит, но я все равно постригую ее, да? И у меня с тех пор жареная колбаска, докторская колбаска... Жареная вареная колбаска с зеленью. Это самое... Знаете, это не самое вкусное, конечно. Но это то, что у меня из детства запомнился этот вкус. Такой обалденный вкусный, вкусный, вкусный. И это утро. И вы знаете, вот такие моменты вы запоминаете. Вы несете с собой на всю жизнь. Для кого... Вы знаете, это то, что... Вот один раз ты поел вкусную вареную колбаску с зеленью жареную. И все, для тебя это самое вкусное. Вот когда ты идешь, например, в какой-нибудь фэнси-отель, да? Где там открытый устричный бар и что-нибудь еще. И ты видишь, например, устрицы, да? Из Франции. Или, блин, жарят колбаску стоят. Например, как его повара. Конечно, ты возьмешь устрицу. Ну, конечно, ты не пропустишь жареную колбаску. Понимаете? Это вот то, что делает нас из детства, делает нас счастливыми. Знаете, это старые фильмы. Это вкусная, простая еда, которая запомнилась нам на всю жизнь. Из детства. Вы посмотрите, какое это чудо. Сейчас вам покажу. Посмотрите, тарелка полная петербродов с докторской колбасой и посыпанная петрушкой. Не текут ли у вас слюни, ребят? Вы посмотрите. На свежей-свежей мягкой булочке. Ммм, какой сегодня будет вкусный мукбар. Сейчас у меня сделать со мной. Ммм. У меня слюни полный рот. Пью я сегодня Кока-Колу без сахара, со вкусом персика. Вы знаете, что я сейчас на диете. У меня очень жесткая диета. Не очень жесткая. Ну да, жесткая диета. У меня сейчас... Я половину своей еды заменяю на протеиновый порошок. Но у меня запланированный чит-дей. Сегодня он. И я ждал его с четверга. Мне в четверг начался марафон. Мне говорят, ах, какая вкусная Кока-Кола со вкусом персика. Ребята, это бомба. Без сахара, но со вкусом персика. Мне говорят, чит-дей для слабаков. Я слабак. Если бы я не был слабак изначально, у меня бы не было не то, что проблем с весом. У меня бы не было проблем с весом. Я слабак. Поэтому, если вы слабаки, и вы не хотите похилить свою... Слюните, кот. Свою диету. Устраивайте себе раз в неделю чит-дей, когда вы можете есть абсолютно все. Сделайте чит-дей вот вкусно, а завтра опять на диета. Да, да, да. Вчера думал, может быть, заказать суши. Очень всегда запрос большой на пельмени и суши. Всегда просят сделать суши или пельмени. Или можно было поесть пасхальные яички. Я знаю, в России вчера была Пасха. Позавчера. Потом думаю, нет. Господи, вкус моего детства. Было всегда так. Это или вареная докторская колбаска, или копченая колбаска. Или это была сушеная рыбка. Помню, у нас был... Там, где жили мои друзья, это был многоэтажный дом. На третьем этаже жил, не четвертым, жил мужик. Рыбак. Он ловил этих маленьких рыбок, сушилок, а они всегда висели на окне. Когда он снимал высохшую рыбку... Вот у него такие на таких полосках они висели. Мы всегда стояли под окном. Несколько рыбок всегда падало. Ну, срывалось у него. Какие мы были счастливы. Вы знаете, вот до сих пор... Когда ко мне приезжали мои украинцы, в Будапешт, вы знаете это, да? Что привезти, что привезти? Я говорю, только мне не надо ни алкоголь, ни конфеты ваши, ничего. Только сухую рыбу. Приезжал, мне привезли всегда сухую рыбу, очень вкусно. Но Егор мне привез, знаете что? Такую вот здоровую рыбу сухую. Это было не судак сухой. Он на вид как щука. Но не щука. И он привез... И я говорю, господи, Егор, это самое... Знаете, я ее как ел. Я ее всю сразу не поел. Я ее отрезал по кусочкам. Вот по таким вот. Отрезал и в пакет его обратно. И вот просто смаковал. Такая была самая вкусная сухая рыба, которая есть. Ну, знаете, что писали из Одессы? Когда я говорил, привезите мне то, привезите мне сухую рыбу. У них же там привоз, у них же там морской порт. Мне говорили такое. Могли привезти даже сухую икру. Вообще, я люблю сухую икру. Когда вот в рыбке есть икра. Она... О, как это вкусно. А у них прям сушат икру. Я говорю, да вы что, взбесились? Конечно! Даже не спрашивайте. Интересный момент. Все, кто ко мне приезжали в гости с Украины, никто не любит сухую рыбу. Для меня это непонятно. Для меня ничего не нужно. Не нужно ничего, кроме сухой рыбы. Когда мне... Лена присылала Будапешт сухогруз, рыбу. Ох! Особенно, знаете, вот эти желтое филе без кожи. Вот прямо желтое... Не желтый полосатик, а прямо желтое огромное филе сухое. Господи, какое оно вкусное! Думал, ну больше, больше. Когда я был в Венеции, Женя привез мне сухую рыбку. Два пакета сухогруза. Господи, я прыгал выше крыши. Вы знаете, тот момент, что человек заморочился. Некоторым неловко дарить сухую рыбу. Типа, что такое? Ну как я тебе блогеру? Там привезу сухую рыбу. Может тебе палетку какую-то. Да какая палетка? Рыбу сухую давай. Какая палетка? Бьюти-блогеру. Я тот бьюти-блогер, который принимает за простой в своей хате только сухую рыбу. Ха-ха-ха. Ммм. Ммм. А не знаю, как у вас мясные продукты. Где вы там живете? В Эстонии замечательные мясные продукты. В Эстонии замечательные молочные продукты. Я не по молоку совсем. Но уровень молочных продуктов здесь такой же, как в Сканинаве. Очень высокие требования, очень вкусные молочные продукты. В принципе, многие ездят сюда только за молоком. Вот когда ездят за Тариц в Эстонию, всегда берут сыр, молоко, сметану. Очень вкусно в Эстонии. Ммм. Поэтому для меня всегда странно смотреть вот эти все разоблачения. На русских каналах, когда добавляют пальмовое масло в молочные продукты. Еще что-то. Не творог на самом деле, а творожный продукт. В Эстонии, если это творог, это творог. Если это молоко, это молоко. И оно высочайшего качества. Здесь очень вкусные мясные продукты. Господи, какая здесь вкусная колбаса в Эстонии. Знаете, я очень люблю Эстонию. Сейчас я собирался во время стрима на влоговом канале снимать этот мукбанк. Как в Эстонии скучно, как в Эстонии не развернуться, как я хочу отсюда уехать. Это все правда. Какая же здесь немомерно вкусная еда. Это факт. Знаете, для меня эстонская еда, это еда из Эстонии, которая сделана в Эстонии. Не потому, что я патриот, я люблю свою родину. Но потому, что она действительно очень качественная и очень-очень вкусная. Я честно скажу, я до сих пор помню, когда поперся, был в Питере, поперся не в Перекресток, не в Пятерочку, а в какой-то большой супермаркет. Там продавалась копченая сухая колбаса. До сих пор, до сих пор стоит у меня в голове, как это было вкусно. Подруга сейчас общался. Украинка. Живет в Будапеште. Законул с парнем. Он, значит, украинец. Живет в Америке. Общались, общались, общались. Приезжал к ней. Все было, снесло я крышу. Для меня было немножко странно, что постоянно на ее территории. Три раза приезжал из Америки к ней. В итоге узнается буквально. На днях общались. У него жена в Америке. Говорит. Узнала как. Значит, был там, ну, как, интим, все. Выходит, она, значит, в ванну, заходит в комнату, он в постели. Смотрит, сердечки какие-то. А, типа, что такое? Ну, не стал вертеть. Говорит, в Америке жена. Совершенно официальная жена. У нее шок. Он говорит. Я тебя люблю. Я тебя, тебя я люблю. Не могу. У меня проблема. Я очень люблю свою жену. Я не могу. А сейчас выбор, он невозможен. Я люблю тебя, я люблю ее. Говорит. Давай, там у меня будет жена, а здесь будет жена у меня, ты. Ушла, заблокировала номер. Рыдает. Очень она и он ей понравился. Ну, он мне сразу сказал. Я жену не брошу. Тебя, тебя я не хочу терять. Ну, знаете. В Америке давай будет жена, давай у меня будет жена здесь, в Европе. Напилась. Звонит мне. Я не хочу сказать, какие у всех ужасные нравы, какие все распущенные люди, да. А я не хочу включать старого пердуна и ханжу. Но. Он тоже плакал. Я не говорю, что какой подлец. Ведь бывает так, что есть любимая жена, но есть и ситуация, когда ты сам себе не подвластен. Но полюбил он вторую, да. Я не говорю, что имей две семьи. Я не говорю, что живите втроем. Я не говорю ничего. Я говорю, просто бывают ситуации, когда не он подлец. Ну, да, может быть, подлец. Ну, я не знаю, как вот эту ситуацию. Я сидел вчера. Не вчера, позавчера. Так, вот, по фейстайму. Ну, что ты посоветуешь? Ее позиция с глаз долой, сердце вон, перетопщусь. Но она такого плана сильно. Рыдает, больно. Знаете, кому сейчас легко. Ведь бывают ситуации, когда влюбляешься вопреки. Вопреки тому, что у тебя есть счастливая семья, у тебя есть любимая жена, у тебя все устроено в жизни. Ты все равно влюбляешься. И ты не хочешь терять то, что у тебя есть, твою семью. Но и здесь ты, блин, сердцу не прикажешь. Вот как жить в таких ситуациях? Первая, конечно, мысль. Какая сволочь. Бан его. А потом она описывает ситуацию, и ты понимаешь, блин, ну... Не то, что, ой, дай я войду в его положение. Нет, ну... Ужасно. Господи. Сто... Сто лет. Я вообще не ем хлеб. Практически вообще никогда. Булку вообще не ем. Но я тем, почему по какому белому хлебу скучаю. В Норвегии есть такие лепешки, называются полярный хлеб. Вот по ним. В Швеции есть такое. Ага. Я хлеб вообще не ем. Ну как же я соскучился по бутербродам с колбасой, если бы мы знаем. О, Господи. Знаете, петрушка, к мясу только петрушка. Нет такого, что... Я укропный человек. Я очень люблю укроп, да? Очень. Люблю кинзу. Кориандр. Но! Как же я люблю петрушку с мясом. Боже мой. Знаете, вкус моего детства. Вы смотрите Школу экстрасенсов. Первая серия мне как-то зашла. Стало интересно, да? Третья серия это был пиздец. Я никогда не думал, что с вами Даша такой мерзкий мужик. Знаете, вот это вот надувание щек, вхождение в бобрыс. Знаете, актер погорелого театра. Не люблю. Не люблю такую вот пантомиму. Я искренне надеюсь, что им это все пишут продюсеры. Потому что, если это действительно так, я испытывал испанский стыд, наблюдая эту эту ерунду. Это был испанский стыд. Мне было стыдно смотреть. Мне было стыдно за него. Мне было стыдно за чувака. Очень вкусно. Честно скажу, ждал этого чит, не столько чит дэй, только чит мил. То есть еда, один прием пищи, который реально вредный. Думал, съем внутри бутербродика. Господи, ребят, пол батона, 200 грамм колбасы. Ну, по крайней мере, по крайней мере, если же прямо вообще сейчас усераться, насколько это все вредное. здесь всего-то 244 калории на 190 грамм. На 100 грамм. А если вы берете салями, то это с 400 грамм салями, начиная с 400 калорий до 600 калорий в зависимости от жирности салями. Поэтому, на самом деле, докторская колбаса, вы знаете вообще историю докторской колбасы. Это очень диетическая колбаса. И она изначально была, приготовилась докторская колбаса как еда для больных истощенных и, я не помню, диабетик или еще что-то. То есть, это докторская, правильно приготовленная по правильной рецептуре колбаса. Это диетический продукт. Поэтому, белый хлеб, конечно, здесь я не спорю. Да. Но, петрушка, кола без сахара, и диетическое мясо. Знаете, вредный тедмил, ну не знаю, сколько он вредный. Булка, да, но я булку вообще не ем. Не знаю, как в последний раз я батон покупал, в принципе. Как же вкусно это, блин. Интересно, какие у вас вот были любимые продукты в детстве. Я знаю, что кормят везде по-разному. Например, в Эстонии популярно творог с киселем. То есть творожная масса кидают в кисель, да, вот так, и там ешь, как десерт такой, да. И такое, да, в детских садах, в детских садах, в школах, то есть люди вырастают и едят такую еду. В Венгрии есть манная каша, которая продается в виде йогуртов. В Норвегии, в Скандинавии продается холодная рисовая каша в виде йогуртов. Очень вкусная. Или тоже в киселе или в каком-то джеме. Очень вкусно. То есть ты понимаешь, ты приезжаешь в какую-то страну, ты видишь, например, рисовая каша в виде йогурта. в коробочке из-под йогурта. И ты понимаешь, что это не просто какой-то эксперимент маркетинговый. Это очевидно национальное блюдо, национальный вот такой десерт, деликатес, который люди привыкли есть с детства. Это их детская еда. Понимаете? Вот мне интересно, какие у вас есть такие странные продукты, которые вот и ели с детства. Я знаю, что например, Эстония это бывший Советский Союз. Но любите ли вы кровяную колбасу так же сильно, как люблю ее я. Кровяная колбаса это местный деликатес, который подается. Это рождественское блюдо, очень вкусное блюдо. Я обожаю кровяную колбасу. из чего она состоит. Это кровяная сама колбаса, перловка, и подают ее с соленой капустой, или с огурцами, или обернутый бекон. Это очень вкусно. Для кого-то мерзкая сама идея кровяной колбасы. А, например, в Норвегии кровяная колбаса другая, чем в Эстонии. Она сладкая. И подают ее, я не шучу, ее подают сейчас из сиропа. Вот это было мерзко. Я здесь спорить не буду. Но они привыкают, понимаете, вот вкус вырабатывается с детства. Что мы любили есть, и мы едим в принципе в течение всей жизни. Господи, сейчас еще один и все, не могу, как это все вкусно. Знаете, я не думал, что мне так зайдет это все. Господи, петрушка. Народи, все бутерброды делают с маслом. Все бутерброды. Абсолютно. Я не могу намазать сливочное масло на хлеб и есть потом с колбасой. Масло у них стоит везде, всегда сливочное масло. Я не могу так есть масло, как едят его в Скандинавии. все бутерброды. я наелся я очень надеюсь что вы подписываетесь на мой влоговый канал и сидите со мной сейчас на марафоне похудания у нас 35 дней марафон я уже сейчас 76 и 77 75 и 7 килограмма сейчас включая мой гипс подписывайтесь на влоговый канал и будем худеть вместе спасибо огромное что провели такое позитивное настроение весенний мукбанк спасибо что провели его вместе надеюсь вам было тоже очень вкусно подписывайтесь на мой инстаграм подписывайтесь на этот канал если вы еще не подписаны поставьте палец вверх если вспомнили немножко о детстве спасибо всем что провели эти полчаса со мной всем пока У меня сейчас новая рубрика, кстати, на канале Где я покупаю все онлайн Выбираем покупки онлайн И получаю посылку тоже И я показываю, что я выбрал Я показываю, что я получил Во время покупок онлайн, когда вы присутствовали со мной Зайдите в четверг или в пятницу Я выложу это видео, посмотрите, что я купил у Гучи Надеюсь, вам понравится новый формат Мне было очень смешно и весело его снимать Все, ребят, всем пока